Только бесплатные копирования, распространения и показ разрешены и желательны. Документальный фильм Игорь Засека. Принуждение к сексу. Эта документация является воззванием юстиции. Никакого доступа детям к порнографии. Никакой порнокомпетентности для шестиклассников. Порнозапрет для всех детей. Полный запрет на сексуальное искушение и давление на наших детей. Уважаемые дамы и господа, мы вас сердечно приветствуем в нашей студии здесь в Хальброне. Мы совместно хотим поставить себе вопрос. Мы уже смотрели в глаза реальности сексуального развития в нашем мире? Еще нет? Тогда оставайтесь с нами и послушайте для начала следующие факты. Принуждение к сексу. Четыре раза показанная документация из швейцарского телевидения 15 декабря 2008 года выявила, что 50% всех 11-летних мальчиков, а у 15-летних 90% потребляют порнографию. Но как все эти дети получили доступ до порнографических материалов? Может, какие-нибудь секс-магазины обеспечили их имя? Это, к сожалению, сегодня вовсе не обязательно, так как эти дети потребляют тяжелую порнографию в общественных, незащищенных и поэтому по закону нелегальных учреждениях и устройствах. Прежде всего, через дисплей своего мобильного телефона и через уже обязательный интернет. Но тем самым, однозначно в наличии факт преступления. Здесь, без сомнения, речь идет о противозаконных и поэтому наказуемых действиях. Вот несколько упоминаний. Уголовный кодекс, статья 197 Порнография 1. Кто порнографическую литературу, звука или видеозаписи и прочие предметы такого рода, Личности до 16 лет Предлагает, показывает, передает, делает доступным Или распространяет через радио и телевидение, наказывается тюрьмой или штрафом. 2. Кто упомянутые выше вещи публично выставляет Или предлагает кому-либо другому, без его на это желание, облагается штрафом. Согласно статье 197, абзац 2 Порнографические материалы безнаказанно распространять может лишь тот, Кто посетителей своей выставки или представления принимает в закрытых помещениях И им заранее убедительно указывает на порнографический характер своей продукции. Сегодня, прежде всего, интернет и мобильный телефон с дисплеем Без сомнения считаются общественным помещением. Основательные исследования, однако же, показывают, Что как раз провайдеры интернета и мобильной связи Совершают подавляющее большинство преступлений Против сексуальной неприкосновенности детей, Так как они, в конечном счете, ответственны за всю эту продукцию. Могли ли эти статистические данные из 2006-2007 годов, Которые вывели в свет чрезвычайно тяжкий факт преступления, Остаться совершенно незамеченными со стороны юстиции И всех регулирующих государственных органов? Удивительно, что с тех пор новые публичные статистики Об этой большой проблематике отсутствуют. Почему это так? В этих вопросах нужно прежде всего разобраться. Насколько более обличающими должны быть эти цифры сегодня, в 2012 году? Почему до сих пор за это должным образом Не взялись ответственные за это госпрокуратуры и суды? Не хватило бы ли на это вполне 10 следующих причин? А их еще на сотни больше. 1. Уже в 2006 году через Google ежедневно порнографию искали 68 миллионов раз. 2. Дети с 12 до 17 лет уже тогда относились к ясно определенным главным потребителям. 3. 50% всех детей уже в 2007 году минимум один раз оказывались на форносайте, не желая того. 4. В среднем первый контакт с порнографией имел место в 11 лет. 5. Согласно изданию Facts номер 36, уже в 2006 году 60% 11-14 летних регулярно смотрели в интернете порнографию. 6. Насколько же больше в 2012 году? 6. 80% опрошенных 15-17 летних уже тогда находились под воздействием тяжелой порнографии. 7. 90% 8-16 летних во время выполнения домашних заданий смотрят онлайн-порнографию. 8. Только для детской порнографии уже в 2006 году существовало около 100 тысяч сайтов с оборотом в 3 миллиарда франка в год. 9. Уже тогда каждый месяц на порнографические сайты кликало 7 миллионов немцев. 10. Сегодня порно-сайты регулярно посещают 1 треть всех интернет-пользователей Германии. 10. Порно-индустрия молниеносно захватывает все новые технологии, например, мобильные телевидения или HDTV. 12. Между тем, в 2012 году считается открытой тайной, что в интернете создается больше секс- и порно-сайтов, чем каких-либо других. 12. Ответ на это безмерное совращение – лобби, состоящие в основном из общества лесбиянок, гомосексуалистов и трансгендеров, железной настойчивостью продвигают обязательную раннюю сексуализацию. 13. Уже сегодня такие группы безостенчиво требуют так называемую порнокомпетентность для детей самое позже 6 класса. 14. Эта лобби стремится по всему миру продвинуть обязательное секс-воспитание для детей в 4 лет. 15. Но так же, как недопустимо тушить огонь бензином, так же недопустимо, чтобы последствия из этих тяжелых преступлений выразились в ранней сексуализации детей и уж тем более в публичном снятии всех табу на порнографию, педофилию, зоофилию, садомазохизм и т.д. 16. Поэтому госпрокуратуры и суды следует обязать срочно сказать свое властное слово и положить конец этим недостойным человекам в высшей степени незаконным попыткам. 16. Сексуальная педагогика в школе. Преступные документы. 17. По заказу Министерства образования Швейцарии, Центр сексуальной педагогики для школ разработал цели и практически просветительный материал, который, согласно ст. 187 Уголовного кодекса, является преступным. Доказательства. Швейцарская почта в 2011 году запретила рассылку этого просветительного материала детским садам, поскольку он был порнографического содержания. Необходимо постоянное наблюдение между существующим законом и сексуальным влиянием на детей в школах. К этому сравнение. Преступные действия против сексуальной неприкосновенности. Другими словами, целостности, незапятнанности, безупречности, чистоты. Подвержение опасности развития несовершеннолетних. 1. Кто с ребенком до 16 лет вступает в сексуальные действия, совращает его к такому действию или вовлекает его в сексуальные действия, наказывается сроком до 5 лет или штрафом. Цифра 1. Под сексуальным действием подразумевается всякое прикасание к телу, направленное на возбуждение или удовлетворение полового влечения. Действие должно относиться к половым или, по крайней мере, эрогенным частям тела. Эрогенный означает «вызывающий половое возбуждение». Состав преступления состоит в том, если кто-либо побуждает ребенка совершать сексуальные действия с третьим лицом или на собственном теле, например, мастурбация. Моя подруга рассказала мне об одной истории, произошедшей 25 лет назад. Она была с родственниками в отпуске. Когда они вечером сидели вместе перед телевизором, женщина держала свою 4-месячную дочь на коленях. Она сняла с нее пеленки и начала сексуально стимулировать ее половой орган. И причем с таким, само собой разумеющимся, видом, что никто не осмелился что-то сказать. И это она повторяла каждый вечер почти как ритуал. Эта женщина научилась этому во время учебы на медсестру. Как же обстоят дела сегодня, если уже 25 лет назад учили такому? Для сравнения к этому выдержка из таблицы педагогического документа, которая является основой в будущем обязательного сексуального воспитания в детских садах. Поскольку для испытания подобных теорий в международном масштабе предусмотрены так называемые «уголки для нежностей», можно предвидеть, что изложенные выше злоупотребления детьми будут иметь место. 4 года Открытие сексуальных органов как источника новых чувств вожделения Эротический интерес к родителям Желание показывать гениталии и играть ими Сознательное, неоднократное массажирование частей тела, в том числе гениталий 5 лет Ролевые игры Как раз подходящая пища для учителей-педофилов Только в Германии сейчас действует около 50-60 тысяч педокриминальных преступников, и это без неучтённой реальной цифры. Абзац 1 В Германии конкретно практикуется Кто быстрее всех мог надеть презерватив на морковь, стал морковным королём. Начальная школа Профамилия лепила с детьми половые органы из пластилина. Молодёжный журнал «Браво» утешает в 12-летних девочек, если они ещё девственницы, и советует им, как они могут это тут же изменить. Уже в 2010 году он приложил к своему выпуску «Послушай только презервативы для детей», не говоря уже о призывах к мастурбации и тому подобном. Следующий источник доказывает, что секс-реклама для детей целенаправленно делается всё более неизбежной. С HD-телевидением секс-рекламу нельзя больше удалить. Также перемотка вперёд запрещена. HD+, размывает защиту молодёжи. HD+, приносит рекламу в детские комнаты. Статья 219 Нарушение обязанностей по уходу или воспитанию Кто свою обязанность по уходу или воспитанию по отношению к несовершеннолетней личности нарушает или запускает и тем самым подвергает опасности её физическое или душевное развитие, наказывается тюрьмой. Если до этого спрашивали полицию, юстицию или управление по воспитанию, почему же никто не защищает наших детей от этого неудержимого потока порнографии, всегда звучал тот же короткий ответ. Почему полиция ничего не предпринимает против этого? Ну, потому что никто не может однозначно сказать, что точно следует понимать под порнографией, и законы относительно этого настолько растяжимые, что ничего нельзя сделать. Если всё громче слышно, что это всего лишь гнилой предлог, потому что на самом деле не хотят ничего против этого делать, по каким бы причинам это ни было. Ниже довольно инновативное и мужественное предложение противника ранней сексуализации. Я думаю, следует принять новые законы, запрещающие любой вид порнографии, секс-рекламы и секс-картинок. Вообще-то я не за то, чтобы всё время принимать новые законы, но в случае с теми, кто предлагает порно через мобильные телефоны, это было бы нужно, чтобы через закон это закрыть, потому что нет никакой защиты. Что вы, как мать, скажете к проблематике, что нам всё больше показывается реклама сексуального содержания? Как по мне, то здесь мера уже давно наполнена. Нас ведь везде и постоянно оскверняют и бомбардируют секс-рекламой. Для меня выходом является только полный запрет. Нам срочно нужны новые законы, запрещающие наводнение сексуальным содержанием интернета, телевидения и рекламы. Нужен абсолютный стоп всякой порнографии и тому подобного. То количество сексистской рекламы, что встречается каждому, это, как по мне, посягательство на всякое естественное здоровое сексуальное восприятие. Если в 1970 году количество разводов составляло ещё 15%, то с момента допуска порнографии через интернет и мобильный телефон она возросла до более чем 50%. В общем-то, неудивительно. Ведь известно, что секс-модели и парнозвёзды всегда оказывают то же действие даже на самые верные пары. Они делают их невосприимчивыми друг к другу. Вдруг повседневного уже не хватает. Хотят большего. У нас слишком мягкие законы? Что наши существующие законы говорили не мягким, а вполне чётким языком, показывают параграфы 1 и 2 ст. 197 Уголовного кодекса. Цифра 1. Параграф 1. Под порнографическим следует понимать названные здесь предметы и картины, если они с объективной точки зрения направлены на то, чтобы вызвать у потребителя половое возбуждение. Это предполагает, что половые органы или сексуальные действия, навязчиво и с чрезмерным ударением на генитальную сферу, выставляются на передний план. Исполнение состава преступления. Объект или картина делаются доступными тогда, если личность до 16 лет по собственной инициативе получает возможность их рассматривать. Само по себе преступным является распространение порнографии через радио и телевидение, поскольку такие передачи могут смотреть и дети. Насколько больше должно это касаться мобильного телефона и интернета? Решение Федерального суда номер 121 считает преступными и звукозаписи, которые могут прослушиваться по телефону с детьми до 16 лет. Ответственный за такое был осужден за пособничество в порнографии. Параграф 2. Данное определение, кроме защиты молодежи, стремится предотвратить, чтобы взрослые против своей воли вынуждены были смотреть порнографические объекты или картины. Публичным считается уже развешивание картин сексуального характера в целях рекламы. Преступные публикации. Статья 197 Уголовного кодекса. Кто предметы или изображения, согласно параграфу 1, публично выставляет или показывает или предлагает кому-либо без его на это желание, наказывается штрафом. Преступная жажда наживы. Статья 197 Уголовного кодекса. Если преступник действует из жажды наживы, наказанием является тюрьма или штраф. Порноиндустрия уже многие годы зарабатывает в интернете больше денег, чем такие известные фирмы, как Google, Microsoft, Yahoo, eBay, Amazon и Apple, вместе взятые. 70% интернет-бизнеса совершается через онлайн-порнографию. В 2006 году обороты от порнографии выросли до 97 миллиардов долларов. Ввиду этой статьи необходимо также исследовать те государственные органы, которые через налоговые поступления зарабатывают на этой совершенно явной жажде наживы, потому что она, как известно, может быть легко заразной. Уже в 2006 году порноиндустрия зарабатывала в интернете за одну секунду 2304 евро. Пока вы прочитали это предложение, следующие 28 258 человек посетили эротическую страницу в интернете. Почти 43% всех интернет-пользователей, среди них несчетное количество несовершеннолетних до 10 лет, побывали за это короткое время на порно-сайте. И чтобы вы правильно поняли, мы все еще говорим о 2006 году. В США уже тогда каждые 39 секунд скачивали новые порно. Насколько большей должна быть эта цифра сегодня? Уже в 2006 году ежегодно на рынок выходили около 15 тысяч новых порнофильмов. Только для детской порнографии существовало около 100 тысяч сайтов с оборотом 3 миллиарда франков в год. Уже в 2006 году ежедневно к сети подключалось 266 новых порно-сайтов. Сын владелицы сети порно-магазинов Беаты Узе уже тогда был среди 300 богатейших людей Швейцарии. Уже в 2007 году больше всего денег в интернет-бизнесе делали с китайцами, которые потратили на это 20,5 миллиарда евро. По количеству денег на человека лидировала Южная Корея — 394 евро на человека. Сколько евро на человека получается сегодня? Невмешательство властей все больше беспокоит многих наблюдателей. Ширится подозрение, не объясняется ли такая сдержанность грязным бизнесом. И такие опасения ни в коем случае нельзя исключать. Ведь с таких высоких доходов действительно можно взимать, соответственно, заманчивые суммы налогов. Но это была бы очень близорукая и самоуничтожающая стратегия. Потому что каждое правительство, одобряющее бизнес, который основывается на гибели собственного народа, как, например, бизнес с болезнями, абортами, спиртным, наркотиками и так далее, роет само себе могилу. Соответственно, гибели общества вредное влияние проявляется все больше на всех уровнях. Начальные проявления этого, к сожалению, уже давно нельзя отрицать. Например, в 2006 году сотрудники общественных служб Германии нанесли экономических убытков на сумму около 208 миллионов евро из-за того, что посещали на рабочем месте порносайты и эротические чаты. Преступное снятие табу. Если мы не хотим еще полностью поставить под вопрос авторитет закона, то те люди, которые все смелее публично снимают все табу на развратные сексуальные практики, уже давно нарушили границу сустава преступления, по крайней мере, в свете все еще действующего права. В то время, как все больше СМИ вдруг начинают показывать, как нечто нормальное, сексуальный контакт с животными и подобные, газета австрийской земли «Каринтия» от 19.07.2012 года с само собой разумеющимся тоном сообщает, что Олимпийский городок 2012 года во время игр превратится в территорию вечеринок с дикими секс-оргиями, что 75% участников знать ничего не хотят о полимпийском воздержании. И поэтому для спортсменов приготовились 150 тысяч презервативов, то есть на 80 тысяч больше, чем в 2000 году в Сиднее. Обо всех психиатрических и вышепопечительских исследованиях, которые выявляют тяжелые психические болезни вследствие постоянного принуждения к похоти, мы, разумеется, даже не говорим. Также, что для все большего количества людей секс давно стал постоянной давкой, насилующим бичем, мучительным внутренним принуждением, здесь никого не интересует. Призывы к верности или удовлетворению в собственном браке кажутся прямо-таки насмешанными. Но механизмы и плоды перевозбужденных инстинктов всегда те же. Без разницы, какого вида похоть, в конце она всегда ведет в безвыходный кризис. Ребенок пробует сначала всего лишь одну сигарету, скоро это уже 2-3, а в скором времени это уже от одной до трех пачек в день. Поскольку каждая похоть, вскоре перегружая соответствующий орган, за короткое время дело непременно доходит до дальнейшей похоти. У большинства курильщиков это спиртное. Сначала всего лишь один стакан, потом 2-3, вскоре одна бутылка, затем 2 и больше в день. Пиво уступает место вину, потом более сильным спиртным напиткам, так как и его вскоре слишком мало, переходит к наркотикам, сначала легким, как марихуана, затем героин, кокаин, экстази, психонаркотики и тому подобное. Поскольку человек от этого заболевает, он хватается за лекарства. Снова сначала одна таблетка, затем 2-3, скоро 3 разных средства, из которых быстро становится 10 или даже 20 разных сортов лекарств. то же самое с сексом. Все началось с одной картинки. Скоро пошли целые секс-журналы и фильмы. За этим первый порно-журнал и порно-фильмы. Потом 10, 100, 1000, с летом десятки тысяч. Сегодня уже миллионы секс- и порно-фильмов влияют на население мира. Как результат, порабощенный, разрушенный и одержимый похотью народ. Одним словом, жалкая свалка людей. А государство? Может, оно думает на таких разрушительных сделках с болезнью или похотями и зависимостями своих граждан еще и заработать? Позволит ли оно ради собственной выгоды беспрепятственно проявляться сексуальной похоти и тому подобному? Это было бы так недальновидно. Но табу, которое газета «Горона Сангален» нарушила 26 июля 2010 года и идет еще дальше. Эта статья по-новому выводит в свет старые опасения до этого замалчиваемых сексуальных исследователей. Под большим оглавлением «Сказочный принц с плеткой» там восхваляется как бестселлер садо-мазохистский роман «Сумрачные тени». Он якобы продается лучше, чем Гарри Поттер и выводит в порно-литературу из тени и разрушает следующие табу нашего общества. Почти в то же самое время многие зрители обвиняют швейцарское телевидение в преступном прославлении садо-мазохизма. Доказать обратное швейцарскому телевидению будет нелегко. Ведь нельзя отрицать, что оно в июле 2012 года брало интервью у владельца садо-мазохистского магазина в Корве-Роршах в духе невиданной доселе симпатии. Кто же может обижаться на становящийся все более громким вопрос зрителей? Откуда они вдруг такое берут? Без сомнения, оправданный вопрос многих несведущих. Потому что все это происходит, несмотря на определение, каким до этого словарь Дудена описывал садо-мазохизм. Садо-мазохизм. Сексуальное возбуждение через или во время исполнения и испытания мучений. Садо-мазохистский, вызывающий телесные и душевные мучения у себя и других. Тот факт, что по всему миру уже многие миллионы жертв сексуальной чрезмерности, и причем все больше через садо-мазохизм, являются опустошенными, душевно больными, выжженными и истерзанными, в том фильме на швейцарском телевидении не упоминался. Все больше медицинских, психиатрических, душепопечительских и криминологических исследований подтверждают ужасающие пагубные последствия, которые сексуальная невоздержанность оказывает на дух, душу и тело. Это и неудивительно, так как жгучие желания сексуального экстаза исходят из головы, в то время как тело этого пожара в похоти даже близко не может в достаточной мере погасить. Сексуальные исследователи тем более настойчиво предупреждают, что только что сказанные заголовки показывают лишь верхушку айсберга, происходящего во всем мире и становящегося все более агрессивным развития. Кто возразит им, какими аргументами? Это и вправду очень тяжело. Между тем факт, что только в Германии за одну секунду происходит одно сексуальное изнасилование и два сексуальных злоупотребления детьми без неучтённой реальной цифры. Поэтому самый главный тезис, который этот фильм вообще показал, следующий. Сексуально развращённые люди, если они доставляют страдания другим или себе, могут иметь, к сожалению, ещё совершенно другие желания, чем только сексуальные. Если эта тезис оправдается, тогда это может стать довольно опасным. Очень коротко написанное шокирующее сообщение от 12 декабря 2002 года однозначно доказывает, как чрезмерный секс ведёт ко всё более неконтролируемым вожделениям, к самым безграничным и противоестественным проявлениям зла. Мужчина убит и съеден. Город Кассель. По обвинению в каннибализме полиция арестовала 41-летнего мужчину. Он весной 2000 года перед включенной видеокамерой убил, разрезал и частично съел 42-летнего мужчину с его на это разрешения. Преступление объясняется имеющимися у обоих мужчин каннибалистическими и гомосексуальными склонностями. Пытки над детьми — это уже нормально? Мужчина в Бельгии даёт объявление «Ищу девочку от 2 до 12 лет для пыток, возможно, до смерти». Репортер наталкивается на объявление, выдаёт себя за посредника, встречается с мужчиной. Тот показывает фото, на которых он насилует собственных детей и обещает деньги за новую жертву. На следующую встречу мужчина приносит инструмент для пыток, загружает его в машину посредника и тот везёт его в полицию. Но позорное в том, что об этом происшествии почти ничего не слышно. Всего лишь маленькая заметка в местной газете. Разве это нормально, что такое уже даже не достойно заголовка на первой странице? Разве мы уже настолько притуплены? Или есть другая причина? Касательно этого, многие известные свидетельские показания или результаты исследований последовательно и сознательно игнорируются. Потому что уже давно исследователи предупреждали, что всякая форма похоти, прежде всего сексуальной похоти, принуждает ко всё более грубым видам и большим дозам удовлетворения похоти. Садомазохизм. Значит, не последний этабу? Наверное, нет. Потому что это так называемые «последние этабу» ещё раньше хотели нарушить через отмену раздельных бассейнов для купания. Критики последних нарушений этабу выводят в свет нечто невероятное и ужасно шокирующее. Садомазохизм приходит не один, а в образе охватывающих весь мир садомазохистских сообществ, к тому же в тесной связи с соофилией и наихудшей педофилией. Говоря ясным языком, это безграничные половые сношения с животными, с содомия, и детьми, и что обычный смертный отказывается даже себе даже представить вместе с немыслимыми пытками. «Следующие интервью предназначены только для взрослых. Они представляют сотни тысяч детей, с которыми по всему миру случилась та же судьба. Везде, где такие случаи выходят в свет, жертвы дают свои показания не только совершенно единогласно, но и абсолютно убедительно. И все же из-за невероятности их свидетельств они не воспринимаются всерьез. Дальнейшие причины, почему эти дети просто покинуты высшими инстанциями, можно узнать из полных интервью. Их вы найдете за следующими источниками. Но при этом пристегнитесь. Это тяжелый материал». В Германии есть много сообщений о сексуальном злоупотреблении детьми в тесной связи с ритуалами. Это достигло за последнее время больших цифр. На данный момент у нас есть данные от около 300 детей в разных районах. Адекватные действия при такой проблематике происходят в самых редких случаях. Я только могу сказать, что я и мы ежедневно имеем дело с сатанизмом. И все эти сатанисты, чаще всего молодые люди, сообщают эти вещи. И мы теперь сказали, что сексуальное злоупотребление это еще самое безобидное. Жертва, похищенная педофилами. Это самое безобидное, абсолютно. Там были некоторые типы, они нас только били. Они нас связали и целый час только лупили. Начиная от ступней ног, били плеткой вплоть до полового члена. Это было для них сексуальным возбуждением. И как бы глупо это ни звучало, слава Богу, что они нас только били. Но идет еще дальше. Если мы думали, что не может быть большего, чем такие извращения, которые они с нами совершали, может быть больше. Я сейчас даже не знаю, с чего начать. Я также не знаю, насколько я могу говорить это перед слушателями. В общем, есть вещи, которые даже меня несколько дней занимали, когда ты мне их рассказал. Некоторые из них настолько жестоки, что можно просто потерять веру в людей. Ее я уже давно потерял. Веру в людей, как я это тогда пережил, или точнее, не веру в людей, а скорее веру в руководящую верхушку. Возможными формами являются физическое насилие, сексуальное насилие, психическое насилие, угрозы, шантаж, приказы молчать, убийства животных и людей в рамках ритуалов, младенцев, детей, женщин. Иногда убивается один человек, иногда больше. Говорит бывшая сатанистка. Женщина в черной рясе вышла наперед и держала на руках младенца. Я не знала, что младенец был жив. Она просто положила его на алтарь. Он дышал, но не плакал. Перевосвященник взял нож и разрезал им младенцу горло. Под кровь он поставил чашу. В этот момент я начала шататься и покачиваться. Ко мне подступила рвота. Эти изуверства являются вымыслом больной фантазии или действительно приносятся в жертву люди и убиваются дети? Действительно ли люди на это способны? Да, способны. Но это не всегда так, как вы это себе представляете, что их тащат на алтарь, разрезают или причиняют им раны. Иногда, если кто-то из них разозлится, жертвам просто стреляют в голову. Их убивают ножом или отравляют. Существуют сатанистские группы, в которых матерям приказывают принести в жертву сатане собственного ребенка. Может быть, что их делают беременными только для этой ритуальной цели. Стив укалывает себя иголкой в ногу, чтобы физически блокировать боль, находящуюся в его воспоминаниях. Тогда мне кто-то протянул кинжал и сказал, убей его. Я отказался, но тут же к моему горлу был представлен нож. Я знал, что если я этого не сделаю, это сделают со мной. Я пернул его в горло, но они не были этим довольны. Я должен был делать это еще и еще. А после этого они заставили меня сосать кровь из порезов и ран. Помощь при терапии начинается с того, что жертв и виновников выслушивают. Но что делает британское государство против этих мерзостей? Сатанизм существует в нашей стране точно так же, как и везде. Он отталкивающий и злой. Речь при этом идет об убийстве, также о злоупотреблении детьми. А это уже не шутка. С этим нужно бороться. Одна из трагических историй, которые я слышал, была история одного ребенка, который рассказал о своих переживаниях. Взрослые говорили ему, чтобы он перестал быть глупым. Такого в этой стране пусть не происходит. Интервью моего коллеги с сегодня 15-летней Дебора длились часами. В этом фильме мы ограничимся важнейшими отрывками. Мы думали, что мы виноваты. Почему? Мы думали, что сделали что-то плохое. Вы думали, что это наказание? Да, там был этот стол, и вокруг свечи. Там были люди? Те, кто меня насиловал. Ты можешь сказать, что произошло, не вдаваясь в детали? Они разрезали ребенка. Разрезали ребенка? Они отрезали части от его тела. Чем? Электрическим ножом. Они разрезали ребенка живым? Потом они его убили? Нет, они оставили его страдать. Но ребенок все равно умер. Да. Дебора чувствовала себя бессильной, когда видела все эти убийства детей. Но сейчас, когда она может говорить, она надеется, что поможет всем тем детям, которые еще через это проходят. Они отрезали палец, ступню. Они отрезали ступню и оставили ее умирать, а во время этого насиловали. То есть он насиловал ребенка, а другие смотрели. Злоупотребление маленькими детьми – это печальная нормальность. Оборот насильников детей во всем мире исчисляется в 300 миллиардов евро. Из них около 1 миллиарда в Германии. То, о чем говорят Дебора и Роберт, описание убийств детей в случае с Деборой перед камерой, это ничто иное, как так называемое «снап-видео». Это фильм, в котором ребенка убивают после того, как его пытали или сексуально насиловали, пока он не умрет. Но что нужно знать, что очень важно, эти фильмы – это стимул для параллельно существующего рынка, который функционирует благодаря богатой публике. Люди, могущие купить такую в кавычках программу, очень богатые. Нам остается лишь идентифицировать их. Идентифицировать их. Чтобы увидеть, как ребенок умирает, эти люди платят от 25 тысяч до 1 миллиона евро. я говорю ради всех тех детей, которые еще будут переживать такое, чтобы это прекратилось. То есть, это нужно знать, чтобы оно прекратилось. как ты думаешь, что переживают эти дети? Ад. Что для тебя ад? Нечто, чего нигде не переживаешь. Самое худшее, что вы в своей жизни переживаете. О чем я сейчас говорю, это, конечно, чтобы сделать этот фильм, но в первую очередь, чтобы это услышали и слышали вновь и вновь. Чтобы люди знали, что это правда, что ежедневно дети насилуются и умирают. Это реальность. Я пережила это. Я видела это. Я, наконец, должна об этом сказать. Даже если в этом нет ничего привлекательного, но я должна это сделать, чтобы детям не пришлось больше этого переживать. чтобы было меньше изнасилований и убийств. Чтобы люди проснулись и поняли реальность. Чтобы больше не говорили, что, мол, ребенок наврал и ребенок фантазирует. Нет, ребенок говорит истину, и ее, прежде всего, нужно хотеть слышать. Там был стол, за которым стояли священники. Они были одеты в длинные темно-красные рясы, почти черные. Они ходили вокруг стола, и пели. Это все длилось довольно долго. Там было кое-что завернуто в ткань такого же цвета, как и хрясы. Они это принесли к столу. Это был ребенок. Мой дед принес его на руках. Мой брат Пьер стоял возле него. После почти часа, точно я не знаю, они вышли. церемонии всегда проходили более-менее одинаково. Потом на террасе кушали. Там были два больших подноса с мясом. сегодня я знаю, что это было человеческое мясо. Моя история – это доказательство тому, что существует сеть педофилов, что педофилы организовали сеть, чтобы убивать детей, выпускать кассеты, насиловать детей. это не какие-то аматоры, снимающие видеофильмы, или какие-нибудь сумасшедшие, похищающие, убивающие детей, чтобы удовлетворить свои личные сексуальные потребности. Нет, это профессиональная руководимая сеть. Я не прошу весь мир, чтобы мне поверили. Каждый пусть верит, во что он хочет. я знаю, что говорю правду. Мне не нужно, чтобы мне все верили, чтобы знать, что я говорю правду. Нет, я знаю вес моих слов. Это правда. Верят ли мне люди или нет, это их проблема. Я только знаю, что это касается многих людей. Каждый ребенок может быть похищен и изнасилован. Это происходит каждый день. Может, многие мне не верят, потому что это слишком непостижимо. Не знаю. Пусть они делают, как хотят. Ритуал, и какой в нем был смысл, его я до сегодняшнего дня так и не понял. Для них это было самые высшие. Они делали самые извращенные вещи. Например, они выкапывали свежепохороненного ребенка, и мы должны были лечь с ним рядом в гроб. Или мы должны были изнасиловать труп. Это было еще самое безобидным. Об этом не рассказывают. Пресса говорит, это запрещенная тема. Недавно как раз было большое землетрясение на Гаити. Там есть много детей, у которых пропали родители. Вполне возможно, что некоторые люди увозят их оттуда и затем продают. во всем мире есть четыре концерна с миллиардными оборотами. Первый — это нефть, это само собой. Второй — это фармацевтическая промышленность. Третий тоже имеет отношение к фармапромышленности и состоит в исследовании рака и спида. А четвертый концерн — это шантаж. Это торговля органами и детьми, торговля рабами. С какими формами насилия вы сталкивались в детстве и юности? Наверное, со всеми, которые можно себе представить. То есть физическими, телесными — всеми. Каждая форма насилия, которую можно себе представить, применяется и применялась также и у нас. Вы должны были причинять тоже другим живым существам? Да, должны были. А если этого не делаешь, тогда это значит, что тебя снова наказывают и ты сам вынужден терпеть еще больше насилия? Наказывали всегда. Все равно никогда невозможно было сделать все правильно. Но то, что они тебя самого заставляли совершать насилие, это для них было важным. К сожалению, я тоже переживал похожие ритуалы. Потом я узнавал, что это высокопоставленные люди. они были там и хотели, чтобы дети убивали детей. Это было для них очень важным. Они пили кровь детей. Они по-настоящему наслаждались их криками. И это для них было ритуалом. Это сатанистская церемония черной мессы. Это ритуал, служащий для почитания сатаны. Сатана хочет жертв, сатана хочет кровавых жертв, сатана хочет все больше кровавых жертв, и самое лучшее для сатаны это новорожденный ребенок. Все сатанисты были в детском возрасте изнасилованы. Все. Я не могу себе представить ни одного нормального человека, который совершает такое ужасное, отталкивающее, противное, такое зверски унизительное, который на такое вообще способен. Также все возрастающий наплыв прославляющих насилие фильмов и игр свидетельствует о факте, что сразу по пятам за сексуальным пресыщением следует жестокое насилие. Как раз бойня во время фильма «Бэтмен» в июле 2012 года в Денвере снова четко открыло реально существующее и готовое к использованию пристрастие мучить. Это совершенно очевидно было подражаемой преступникам одержимость насилием, которую этот фильм неприкрыто передает. Киллер имел ту же самую маску, как и злой герой в фильме. Он без зазрения совести, без разбора стрелял и попал при этом больше, чем в 70 человек, в том числе женщин, детей и младенцев. Сколько таких порождающих безумие, вспышек похоти или таких поджигающих тягу к убийствам ужасных фильмов, предшествовали до этого массовым убийствам от Литтлтона до Утои. Литтлтон, США, 20 апреля 1999 года. Винтовками и ружьями два ученика убивают 13 своих одноклассников. ЗУК, 27 сентября 2001 года. С несколькими видами оружия швейцарец врывается в здание правительства и застреливает 14 политиков. Эрфурт, Германия, 26 апреля 2002 года. Исключенный студент убивает 12 преподавателей, одну секретаршу, двоих учеников и одного полицейского. Блексбург, США, 16 апреля 2007 года. Ранним утром студент врывается в технический университет в Вирджинии. 32 человека убиты, 29 ранены. Виненден, Германия, 11 марта 2009 года. 17-летний убивает в школе 15 человек и во время бегства ранит еще 11. Утойя, Норвегия, 22 июля 2011 года. Масон Андерс Брейвик в один и тот же день нападает дважды. Сначала он в правительственном квартале в Осло зажигает бомбу, а затем убивает 77 детей антисионистского молодежного движения. Не прошло и года после Утойи, как эго-шутер, то есть жестокая игра в убийц Кризис 2, была удостоена звания лучшей компьютерной игры Германии. Вместо того, чтобы отрывать 5, 15 и 25-летних от компьютеров и игровых автоматов, им прививается систематическое и безмерное убийство с помощью оружия от автомата до бензопилы. Через такие видеоигры детей приучают испытывать удовольствие от смерти и страданий других. Не является ли это опасной промывкой мозгов, при которой игроков учат испытывать при убийстве не отвращение, а удовлетворение или даже радость? И именно так называемый уполномоченный по защите молодёжи и директор по общественным связям Мартин Лорбер говорит в отношении этой игры о её значительной педагогической ценности. Когда же, наконец, поднимется юстиция, чтобы все эти безумные убийства исследовать на названные здесь причины и взаимосвязи? Пока, по крайней мере, она, кажется, не особо этим интересуется. И это при том, что директор Криминологического исследовательского института Нижней Саксонии Кристиан Тфайфер уже несколько лет назад предостерегал в отношении намного более безобидных игр общества, допускающие такие игры являются больным. Но разве это было общество, которое допустило такое развитие? Разве это не были избранные его представители в политике, юстиции, религии и так далее? Насколько велика вероятность, что как раз пассивность безразличных народных представителей вновь прискорит время, когда само общество заново возьмёт борозды правления в свои руки? По крайней мере, тяга по как можно быстрому пресечению выходящих за всей рамки неподобств уже заметно висит в воздухе. Происходит ли это всё совершенно случайно или это в конечном итоге целенаправленно запланировано какими-нибудь закулисными силами? Но что, если общество не возьмёт борозды правления в свои руки? Но что, если из-за массовых сексуальных извращений вскоре безмерная демония, каннибализм и зверства станут нашей судьбой? До какой степени эти прогнозируемые, неизбежно приходящие страсти мучить других приведут к погибели нас всех? И для всех, кто до этого не верил в ад, не будет ли это адом для нас? Существуют бесчисленные фильмы ужасов, в которых сценарии беспощадных зомби или бесчеловечных убийц повторяются во всех вариантах. Главные действия в них вращаются вокруг убивать или быть убитым. Обратите внимание на сильно возрастающую тенденцию ко всё более зверским и наполненным страстью мучить содержанием фильмов. Ввиду того факта, что большинство старых фильмов с ихними в своё время прямо-таки несносными тёмными прогнозами будущего, тем не менее таинственным образом исполняются, напрашивается вопрос, не является ли теперь нашей обязанностью все эти наступающие эксцессы насилия и ужасные сценарии уже сегодня подвить в зародыше? С тревогой серьёзные голоса уже давно указывают на то, что главный корень стремительно возрастающих эксцессов насилия кроется в сексуальной распущенности, а также, если говорить в общем, в безудержных чувственных страстях. Поскольку здесь совершенно очевидно в действии деструктивные законы природы, а не просто теории заговора, то прокуратуры и суды следует призвать к исполнению своих обязанностей. Народные представители, допускающие в наше время выходящую за все пределы сексуальную революцию со всеми её пагубными последствиями, должны в случае проявления этих последствий безусловно быть признанными виновными в соучастии в преступлениях. «Этого требует все больше просветительных движений. Каждый, кто этому очевидному нигилистическому заговору уже сегодня решительно не противостоит, тот способствует возникновению грядущей социальной катастрофы невиданного масштаба», говорит Иво Засек, основатель и руководитель антигеноцид движения и антицензурной коалиции. «Если ты идёшь по улице, то тебе кажется, что тут и там мир ещё в порядке. Но тогда поговори с людьми, сколь многие повязаны в том, чего они не хотят. Дети, узнающие, что их отцы замешаны в свинствах, ищущие себе в интернете женщин, чтобы блудодействовать. Потом он приходит домой и ищет такую же смазливую задницу, которую видел на картинке. Ты мне веришь? И затем приходит его жена, родившая ему троих детей, потерявшая немного свою фигуру. И теперь эта женщина должна за это расплачиваться. Это приводит к разрушению всякого семейного порядка, всяких отношений. Они прославляют неверность, говорят, «Я не могу тебе обещать, что буду любить тебя до конца моей жизни, но сейчас нам хорошо вместе». И потом от одного другому. И потом вдруг ты уже ненормальный, если ты хочешь быть верным одному человеку. Через эти ступени всё идёт. Каждое правительство и юстиция, которые не готовы прямо сегодня пресекать такие злые развития, отдаёт инициативу всем тем деспотам, которые мотивированы, жаждая наживы власти и страсти мучить других, стремятся к новому мировому порядку. Придут извращения, где дальше будут следовать только убийства, только самые худшие вещи, где секс превращают в жестокость. Через садомазохизм дело дойдёт до мучений. Страсть к пыткам, разрезать на части по-живому, мучить, съедать, делать настолько безумные, что даже дьявол содрогнётся, если только услышит. Это не остановится на порнографии, также не остановится на недовольности партнёрам. Если банальные похоти рано или поздно фактически превращаются в злые страсти мучить других, то неотвратимо, что грядущие деспоты прямо-таки жаждут услышать, как человечество скулит и крещит от мук. Возможность только уже в мыслях допускать такие жестокости граничит с безумием. Но слишком очевидно то, что всё больше людей и движений развиваются как раз в этом опасном направлении, так что невозможно просто не обращать внимания на представленные тут тезисы. По всему миру слышны свидетельства о наличии сотни тысяч сект и орденов чёрной магии и сатаны. К фундаментальным церемониям которых относятся принесения в жертву детей и взрослых людей. Возможно, это объясняет бесследное исчезновение сотен тысяч детей ежегодно. Я почти никогда не был в школе. В это время нас продавали каким-то развратником. и что я уже намного позже узнал, это были люди, которые ездят на дорогих машинах. Нас в основном возили на грузовиках с затемнёнными стёклами, часто заворачивали в ковры и привозили в какие-то гостиницы. И уже потом, когда мы были на свободе, мы узнавали этих людей, когда смотрели телевизор. Эй, этот вот меня насиловал, один из них дипломат, один политик, самые высокие посты. И причём во всех сферах общества, в том числе и в церкви. А предвыборные плакаты, это для меня было как фильм ужасов. Я всех этих людей знал и теперь ещё узнавал их имена. К этим вещам подходят с большим удивлением и малой готовностью верить им. Думают, это ведь не может быть правдой, если такой молодой человек сообщает о сколь многих убийствах, которые он пережил. И готовность расследовать, как и где всё это происходит очень незначительно. Скорее говорят, мол, предоставьте нам трупы и потом посмотрим. Эти случаи не расследуются, чтобы положить конец всем этим культовым убийствам. активизм. Это на данный момент актуальное состояние? Да. И в каком объёме происходят эти убийства? Один молодой человек сообщал о десяти убийствах, которые он пережил. Убийства всегда описываются довольно одинаково. Есть разные формы, которые в сообщениях вновь и вновь повторяются. Это всегда имеет отношение к крови, упоением кровью и властью, каннибализму, употреблением крови и человеческого мяса. как правило, это связанности на всю жизнь, по крайней мере для тех, кто рождается в семье, где культ существует уже многие поколения. Они получают своих членов, так сказать, из собственных родов. Детей с раннего детства приучают к ритуалам и в буднях обращаются с ними так, чтобы они были для этого пригодны. Это звучит жестоко, но так оно есть. Вы слышали о случаях в Германии, что людей ради культа сатаны убивают? Да, пострадавшие сообщают, что почти всегда. Я жила и работала в разных регионах Германии и имела у себя в терапии людей, которые ничего общего друг с другом не имели. И независимо друг от друга сообщали, похожие. И от коллег я знаю, что у них пострадавшие независимо друг от друга сообщают о таких же вещах. Из этого можно распознать определенную структуру. Детей для ритуальных убийств их можно предлагать в интернете? Есть ли какие-либо опознавательные знаки? Как это функционирует, если кто-то хочет найти ребенка для этого в интернете? Здесь существует комбинация. Есть две категории фотографий в интернете. Первое это дети, которые предлагаются. Например, кто-то фотографирует понравившегося ребенка на детской площадке. Потом это фото предлагается, и если найдется кто-то, кто интересуется именно этим ребенком, тогда ребенок специально похищается. То есть получается, что ребенок просто себе свободно бегает и просто похищается, так сказать, на заказ. Да, точно. И здесь я хотел бы предостеречь всех родителей. Например, если у вас компьютер с веб-камерой, выключите веб-камеру. Также выставлять фото детей в интернете — это очень опасно. Например, спортивные кружки, которые имеют свою веб-страницу и показывают там фото своих детей — это очень опасно. Угрожающие силуэты в форме принудительного воздержания и в то же время сознательно разжигаемой похотей вырисовываются на темном горизонте. Самые болезненные и мучительные лишения как последняя расплата за то, что мы не остановили сексуальную распущенность. Хотим ли мы этого? По крайней мере, одно с уверенностью уже сегодня могут подтвердить как криминологические, так и медицинские, психиатрические или христианские душепопечительские заключения. пресыщенные и извращенно перевозбужденные люди лишь тогда могут дышать, когда они каким-либо образом могут перекрыть кислород другим живым существам. Давно известен факт, что вследствие извращенности ставшие злыми люди в конечном итоге свой недостаток, свою вину, свою ужасную зависимость и свою нужду хотят свалить на других. Они стали подобны сатанинским силам, только когда они могут свалить свои муки на невиновных, тогда они на все более короткие моменты переживают так называемую свободу. Другие дети смотрели, как живому человеку вытягивали кишки. Как уже во многих фильмах и романах явно выражено, так оно, к сожалению, и в действительности. Извращенные люди могут наслаждаться муками и лишениями своих ближних, их одиночеством, болями и болезнями. Чем больше мук они могут им причинить, тем больше это доставляет им удовлетворения. Вывод. Поскольку легко предвидеть, что на теперешних все более сомнительных нарушениях табу дело не остановится, остается только надеяться на своевременное вмешательство юстиции. Ранняя сексуализация, педофилия, садомия, то есть секс с животными, а также свободно пропагандируемый садомазохизм и так далее должны в ответ на это вовремя быть наказанными. Поэтому, а также на основании все еще имеющих юридическую силу статей, следует обязать прокуратуры и суды как можно быстрее наказать и осудить всех ответственных организаторов и исполнителей. Если же они, несмотря на зовы о помощи от беспомощных детей, к этому не готовы, тогда необходимо выявить истинную причину этого, ради защиты общества и прежде всего ради истинной защиты детей. Поскольку встревоженные родители не хотят нарушить свою обязанность по воспитанию, они тем самым требуют от прокуратуры и судов названные практики, соответствующие наказать, и как можно быстрее сделать недоступными сексуальные и порнографические статьи через интернет, мобильный телефон и в общественных местах. Учтите при этом, что этот фильм коснулся всего лишь поверхности, поэтому следует действовать, пока все еще действующие в этой области права окончательно не смягчили. Знали ли вы, что давность уголовного преследования начинается в день, когда жертве исполнилось 18 лет? Восстановление общественного порядка — это приоритетное право человека, которое следует установить и защищать. Поэтому запрошена ваша помощь. Как вы можете помочь? Передавайте этот фильм дальше, говорите об этом и помогайте тем самым пробиться истинной защите детей. Участвуйте в народных инициативах, распространяйте знания. Мы благодарим за ваше внимание и сотрудничество. До свидания. Вывод. Вследствие уже снова смягченного законодательства жертвы насилия должны подать заявление до наступления 25-летнего возраста или не позже 15 лет после совершения преступления, поскольку после истечения срока давности уголовное преследование больше невозможно. Уголовный кодекс Швейцарии ст. 97 абзац 2 дополняющие фильмы на эту тему Косима совершенно наивная про отцы ранней сексуализации и прочие труды. И прочие труды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok